приветствую всех на all street онлайн рад всех видеть столь прекрасный вечер рассмотрим сегодня основные фьючерсные рынки но не забудем и о фондовом рынке как раз практически гиганты уже читались самые такие капитализированные конгломераты и давайте пройдемся по итогам за две недели по банковскому сектору ну предсказуемо достаточно прошел отчет значит начнем от самых таких знаменитых и известных всем банков джипи морган абсолютно чистенький хороший позитивный отчет без каких-либо даже хуже прогноза уже предыдущего 2 и 3 ждали по доходности читались двадцать пять соответственно уэлс фарга единственный наверное немножко хуже ожидания аналитиков но там совсем настолько чуть-чуть ну 22 и 4 прогнозировали 22 и 3 я читался я думаю что можно засчитать как хороший отчет сити групп тоже чистенько но прям чуть-чуть совсем на пол миллиардов выше прогноза аналитиков начитались далее идет пенсию фенэншал но здесь капитализация небольшая но тоже отчет буквально на 33 85 сотых ждали по аналитике 383 читался пенсию прям вот чуть-чуть совсем затянули в да кстати у нашей елены сон сегодня рождение в этому мы уже и поздравляем но все равно я думаю будет и при этом и на фолл стрит онлайн увидеть записи поздравления так что ли на поздравляем тебя на всей компании но и от всех участников олл стрит онлайн bank of america тоже просто чистейший хороший отчет и по прогнозам и по отчету в общем идем пока позитивно очень крупная компания united health я думаю вы знаете тоже буквально прогнозировали 46 отчитались тоже 46 буквально там на 29 сотых миллиардов чуть выше goldman sachs тоже выше отчета black rock совсем чуть-чуть не угадали аналитики 2 и 88 сотых ждали отчитали 284 я думаю что это можно засчитать как хороший отчет ну или тот отчет который мы должны зачитать хорошим далее в юэс банк корп тоже прям вот вот чуть-чуть совсем попали и вышли в зеленую отчетность в позитивную морган стэнли то же самое хорошая отчетность american express хорошая отчетность хоть кто-нибудь даже банк нью-йорка читался тоже хорошо так что вот так вот делаются отчеты с сан трасс банк который не часто отчитывается хорошо этот отчитался замечательным на следующей неделе уже капитализация тех кто считывается не очень большая единственная читается мастеркард пятницу из таких у которых больше семидесяти миллиардов и ну из известных больше я думаю а он естественно ну там катализация поменьше вот ну в общем вот так вот далее это по отчетам грубо говоря те кто торгует санты 500 показали очень классную отчетность в на следующей неделе в пятницу штаты отчитываются по ввп за третий квартал в четверг они отчитываются по безработице и в среду в 26 октября у нас отчет по петролиум и также с new home sales new home sales по стоку поскольку но вот петролиум я думаю для тех кто торгует на индексе ртс и на рубле будет немаловажно проследить чтобы там все по отчету было по тренду значит это по штатам ну запомнили дан среда начинается с петролиум потом jobless claims на открытии штатов 27 и все это дело завершает пятницу gdp по штатам за третий квартал по рынку нефти вот бы периодически видели слайды на следующей неделе будет такой ликбез по нашим маленьким исследованиям что мы видим сейчас по нефти и какая картина в принципе и по объемному анализу и информация которую мы собрали я думаю будет полезным кто-то что-то найдет полезного и интересного ну я лично много чего нашел начиная от распределения нефтяном секторе в россии также вообще в нефтяной рынок ну в общем следите за рассылкой не забывайте из спама вытаскивать наши информационные рассылки и там достаточно интересные есть моменты так по другим странам значит понедельник германия индексовой активности потом во вторник они тоже читаются по делому климату айфио германии следующие у нас идут британия читается в четверг третий квартал значит прошлый отчет был 21 ждут примерно том же уровне по третьему кварталу 0 7 и 0 3 ожидают понижению ну посмотрим как вытянуть не вытянуть и самое важное поставьте себе в напоминание в смартфончики в пятницу по 13 30 решение по процентной ставки российской федерации пока никаких комментариев аналитиков нет 10 процентов на данный момент поменяют в процентную ставку они поменяют в общем свои торговые сделки потихонечку вот сценарий рассчитывайте на то что в пятницу будет возможно я не обещаю в зависимости от того как поменять процентную ставку возможно волатильность плюс там и ввп штатов и в четверг еще по британии ну четверг пятница могут быть неспокойными поэтому возьми возьмите на заметку обязательно поставьте какое-нибудь напоминание в четверг и пятницу ну и среду петролиум так это были ожидающие нас новости сейчас идет в 12.00 началось по евро заседание саммит лидеров и с пока ничего не могу сказать потому что вот готовился и вчера не заседали готовился в волстрит онлайн не успел ничего пока узнать поэтому после волстрит онлайн не забудьте узнать как там все это прошло в общем это сами так ну что ж не будем тратить время а да еще хотел вам продемонстрировать как банковский сектор за неделю по штатам выглядит в общем картина это данная в общем за неделю то есть вы перфонс почти плюс 5 процентов bank of america такой стремительный позитив city group 2 и 2 почти процент gp morgan волос фарго в нуле видимо не все так хорошо пенсии в целых шесть процентов получил позитива сантраст почти 4 ну и в общем картина так достаточно позитивно выглядит вот планета за эту неделю выглядит не хуже ну буквально несколько стран япония митсубиши плюс три с половиной петра чайна 3 алибаба полтора чайна telecom тут вообще плюс четыре процента ну и британия последнее время очень и brexit всех волнует как они там будет после него ну вроде справляются плюс три процента только за неделю если посмотрим за последние три месяца то принципе of brexit не так уж и плохо создавался на и через бисе и холдинс плюс 20 процентов что надо было так называть компанию плюс 225 процентов от за три месяца канаду очень последнее время начали сми упоминать у кити там проблемах о завышенной недвижимости ну как бы пытаются сравнить с назревшим мыльным пузырем сравни с 2008 годом это был вот этот рухнули по всем этим потечным и залоговым рисковым инструментом ну в принципе так же сдержится ли баба плюс 22 процента это за три месяца ну новости даже не знаю смотря какие новости в принципе даже биржевые каналы они особенно если не рейтерс не bloomberg не у этих понятно там в целом монополии они могут создавать даже целое давление на определенной компании начиная вот там volkswagen с этими двигателями которая чуть больше выхлопать чем нужно раздули до фактически огромных проблем в компании ну могут уничтожить конечно любой бизнес то же самое все дочь и банк как будто в каком каком банке нет проблемных кита в любом банке можно найти больше тысячи судебных дел просто даже не выходя из дела бухгалтерии но в общем захотели дочь и банк спустить спустили новости новости есть те которые по факту в жизни произошли и те которые начинают раздавать средства масс информации ничего полезного как бы сми на той называется сми и средства массовые манипуляции поэтому их нужно фильтровать и даже если профессиональные какие-то биржевые каналы что-то рассказывают либо обсуждают есть новости допустим там проснулся вулкан окей это это как бы возможности пускай там какой-то стране где он проснулся это не очень хорошие возможности но с точки зрения спекуляции тут можно хорошенько обыграть определенные сектора допустим если в фондовом рынке хороших новостей обычно не показывают обычно только какой-то ужас либо катастрофы поэтому просто если вы торгуете по фондовому рынку следите за отчетности компании компании в этом секторе да и вообще сопричастная ну и вот и все и делайте выводы естественно макроэкономические отчеты их можно брать напрямую с официальных источников то есть то что мы видим в экономическом календаре это уже как бы агрегация всех этих источников воедино по полочкам то же самое ввп можно брать отдельно по сша по британии есть официальные сайты где там публикуется то все и российской федерации франции и италии это все можно единственное что нужно будет это все постоянно обрабатывать я вот хотел найти такой приложение либо же программку маленькую которая постоянно мониторить определенные сайты чтобы как только появится допустим данные по ввп сразу сообщить было бы очень классно интегрировать либо настроить под биржевые нужды дан то есть необходимые данные которые вот очень важно чтобы они в эту же секунду были известны то есть не пропустить не опоздать там сейчас что новости выходят вернее отчеты достаточно оперативно так что если кто имеет такую программку либо знает где ее достать пишите в комментариях под видео либо пишите на почту education рассмотрим все варианты интересно будет возможно какая-то программка ну в общем если найдем мы ее всем презентуем и попробуем ее настроить под трейдерские так начнем с и сам пим как оказалось не ну я не думал что интересно будет цветовое решение платформы вовекс нет который у меня настроены для волстрит онлайн для торговли конечно они немножко другие но кому интересно буквально две секунды времени вы сможете потом на видеозаписи нажать паузы и повторить их значит сейчас все включу и мы это все синхронизируем начнем с сантим давайте сюда это выставлю да кстати забыл совсем про market watch и так чтобы ваш маркет watch выглядел примерно так как сейчас у меня давайте правой клавишей на таблице и выбирайте list options то есть опции этого листа повторяйте цветовую палитру можете сделать скриншот либо потом записи на паузу нажмете в платформе использую шрифт опции и размещенная font самый подходящий хорошо читается и принципе все волстрит онлайн которые вы видите они проходят вот с таким шрифтом очень удобно и мелкий шрифт у него хорошо просматривается четко видно цифры 7 особенногоPI6 то есть такие вот всякие похожие тиферки которые там шесть и восемь могут в некоторых шрифтах сливаться вот потом на графике здесь нужно в chart options зайти и повторить вот такие цветовые решения здесь шрифт 10 маленький специально потому что маленький график тоже ocr самый удачный вот для платформы шрифт и вот такие темно-серые темно-синие оттенки в общем потом скопируйте график баровый вот такие решения черные элементы особенно line chart tpo если вы хотите чтобы у вас отображался зона стоимости отображалась то можете выбрать оранжевую либо светло-серый я просто черный выключил чтобы не отвлекал он можно принципе добавить для волосит онлайн как раз не помешает далее баровый график классер профайл это вот такие у меня допустим стоит темно-серый выглядит вот так потому что есть фильтры светло-серые на темно-сером и хорошо видно сейчас отключу тоже как видите серые темные оттенки почему именно такие оттенки на них видно хорошо разные фильтры по типу красных темно-красных темно-синие даже фильтры будут видно на темно-сером таких оттенках если бы ground ставить черный-черный то есть не будет никого градиента очень можно да да совершенно 50 оттенков серого верно подметили так и еще один вроде остался классер чарт ну здесь много в общем всяких оттенков основные зеленый красный но нам непосредственно они нужны поэтому как видите сам кластер у меня практически отсутствуют есть только рамка кластера и цифры то есть это то что действительно нужно здесь мониторить количество бедас к дельту когда у кластера есть фон тяжело подобрать shift потом еще фильтры наложить поэтому вот так вот здесь важный параметр по кластеру вот этот можете здесь ставить светлее тогда будет фон у кластера ну и в общем то то же самое так как даты не часто используется как информации только так поверхностно так узнать какая дата темно-серая ну прайс естественно чуть побольше ну и шрифт тот же самый ocr так ну в общем вот так вот левую гистограмму можно отключить можно включить классов профайл второй то же самый оттенок только так приступим сантим после банковского отчета всех сектор банковский считался очень подозрительно упала ликвидность за последнюю неделю обратите внимание каким восторгом они шли в начале контракта в сентябре волатильность просто зашкаливала и так быстро повернулись к 2170 и на две недели застыли после прошлой недели когда они так неплохо с 2160 на 21 15 ушли эта неделька как видите тоже в режиме ожидания причем большинство торговых сессий с объемом проходили на уровне прошлой недели поэтому уровень достаточно значительно и здесь уже ядро контракта выделяем ядро это 2130 2737 самый основной диапазон и поддержка пока еще у себя оправдывает мы чуть светлее сделаем чтобы обратить внимание с 1 это поддержка номер один на данном масштабе начали контракта здесь просто агрессивно с 2 сессии пакет хороший разместили и пока вот 3 сессии 4 и понедельник с ее ушел с эти диапазона 118 24 то есть здесь как бы эти объемы учитываются этим поэтому если более точно 21 120 124 как раз пятница чуть-чуть остановилась на этом уровне и ядро недели мы на 15 минутам таймфрейме выделим 49 55 вот диапазончик даже чуть-чуть вот так вот возьмем вот тут было ядро контракта но его уже чуть сместили благодаря вот этим двум неделькам ну и первым есть такая вероятность что как раз под среду либо в четверг уже начнут раскачивает лодку поэтому можем ставить alert на 21 45 вполне похоже картинка на такой прыжок вернее готовность к прыжков и в случае если в среду понедельник может вернуться в этот массив вторник тоже здесь может дрифовать и как раз формирует такой под эти позитивные отчеты если jobless claims тоже будет позитивненький и gdp а я думаю все таки их для последнего движения перед выборами в сша могут запросто это все устроить прощаем такой скачок до 71 может быть даже ну не за неделю но по крайней мере до конца октября пока вот процентную ставку не поменяют может такое быть очень даже легко уже ничему не удивлюсь у этого сантим принципе не сам смп штаты там те еще так ну в общем падение ликвидности в рост не сильно как бы поддерживают поэтому ожидать роста только при появление ликвидности хотя бы на уровне этих торговых сессий здесь оборот был 2 миллиона с копейками 2 100 здесь топовые по три были 2,5 и 3 в общем для роста обязательно должна ликвидность быть как только в понедельник возвращается на массив четверга уже будьте осторожны и вполне могут такой вот сделать бяку ну в случае если пробиваются уровень поддержки этот контрольный данном контракте то есть с этих массивов начали первое движение первые три недели там уже только чисто контрольной точки в минимум недели потом еще минимум контракта останется все но покупать уже ниже данных диапазонов только при наличии крупного объема и реверсивных торговых сессий давайте посмотрим по открытому интересу что у нас за картина здесь график сейчас с 14 марта для сравнения и у нас были и 2 и 9 активность по открытому интересу вот определенные периоды и в разные контракты сейчас не хуже то есть активность повышенная хоть и ликвидность идет но всю неделю позиция открывали что неудивительно хоть обороты небольшие но открывают постепенно постепенно ну не аномально но никто не выходит никто не закрывает позиции наоборот идет открытие причем с 18 числа и по сей торговый день на кластер чарп мы сейчас посмотрим а что же там делается по дельте основной для туда все правильно сейчас отключу стакашку в общем 19 вытащили или еле-еле 11000 на стране байера с учетом объемов так как он не особо повышенный получается как раз только в четверг было почти полтора миллиона так 700000 для снп который 2 миллиона может запросто за день переварить это очень очень маловато но дельта для такого объема как-то лучше даже не неплохо получается и сразу же на следующий день четверг обратную дельту на минус 11000 пока вы пятница не смирилась его пробить поэтому возьмите 36 спекулятивного вполне могут пока сопротивляться ну в общем остальные сессии вот миллион был только у понедельника оборот для снп это очень как-то подозрительно с учетом того что повод на отчетах финбанк финсектор обычно используют на ура любые какие-то позитивные отчеты крупных банков сразу идет отличная загрузка ну как-то уж подозрительно тихонько не это все дело пропустили возможно сбросили байеров и потихонечку раскачивают лодку под ввп посмотрим чем закончится заседание ецб вообще как бы сами там какие будут гипер изменения давайте отключим skills этап на большом таймфрейме он не так информативен так как суммируется очень много разной дельты на цене лучше брать на определенных уровнях за определенное время но нет такого масштаба то есть это плюсовые ну и байеров и сайлеров суммируется поэтому лучше не отключить она только будет стыкать очень крупная аномальные дельты были вроде 2664 вот здесь мы видим это диапазон сейчас вы видите диапазон именно американских сессий то есть здесь нет европы и нет азии это вот только что по уровням я показывал и теперь мы вернем как бы настоящий график как он должен торговаться вот картина как видите не изменилась появилась больше фильтров по покупкам стоит выделить пока вот десяточку и 20 20 27 с 13 числа пока не как раз и удерживают поддержку и 15000 и 7 на европе набросали также по одной и той же цене от 20 36 он 9 и 7 ну вполне это кумулятивная дельта с 15 0 9 то есть суммарная дельта поясом пир с таймфреймом ланды все больше больше отрицательной дельты но обратите внимание последнее время она на уровне то есть ее не больше не меньше а позиции открывается соответственно идет борьба сейчас между барами с серверами то есть бары потихонечку удерживают но нам нужно изменение очень резкое касаемо текущей сессии вот прошу заметить 10000 вот еле-еле выкарабкались сейчас отдельно даже хотел включить просто мониторал сантиметра здесь сильный чтобы весь график не подгружать вот открываются штаты синие в блоке это объем выше фильтра вот разместились они на открытии и даже если брать дельту кумулятивную за день она уже после 9 начала уходить на байера то есть здесь открыт интерес самый выше на этой неделе ну вы из дней на этой неделе и и вот так вот они в общем разворачиваются потихонечку пока находится вот выше 30 соответственно байера еще есть ну и кумулятивная дельта пока таки за их контролем остается так что причем ликвидность которая была до десяти как раз она вся фактически ушла на байере вот так вот возьмите на заметку кто торгует санки пятница была такая вот с подвохом в общем задачку такую подбросила ну и 15 минут даймфрейм здесь сразу можно выделить понедельник и вот этот интересный массив который мы выделяли в качестве поддержки прям так железно удерживали и стоит на это обратить внимание плюс вот так вот сползают просто аккуратненько достаточно хитрый маневр они иногда делают очень приятно увидеть расширение вот этого массива после могут еще один день такой сделать аккуратненько сползти всех сбросить ну по сути они европу затягивают в стопоев один раз потом второй раз вот и торгуются уже совсем на другом уровне то есть под вечер закрывают выше открытия и это очень хороший такой триггер вот видите самая такая вспышка самая ликвидная на этой неделе то есть они тут разместились разместились тут но это область выделяю повышенной ликвидности тут соответственно понятен да тут ядро недели европа потихонечку открывается вот пробует свои силы пока не ушли ниже четверга ну и естественно надо всех наказать ниже четверга опустили цену и быстренько 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 пока никто не видит вернули обратно поэтому если даже закроется выше 30 133 я не удивлюсь это у них распространенные модельки такие четверг-пятница самые такие огромные вспышки по открытию штатов значит выделяем ядро 32 с половиной 38 25 круглым 38 значит это базовая ликвидность тут мы видим вторник среда четверг ну и кусок пятницы отдельно отметим коварные маневры возможной поддержки здесь уровень если тут сняли стопики байрон то здесь обязательно погрузили по кубочке и вполне могут их защищать на следующей неделе поэтому спекулятивно попробуйте этот уровень ну и понедельник так аккуратненько не сильно с большим ажиотажем но вот на всякий случай и сопротивление это вот такая вот на открытие была вспышечка ликвидности возьмем в качестве сопротивления на всякий случай ну там контрольные уровни уже дело такое ну в общем если понедельник возвращается в этот коридор мы уже с вами в принципе это обсудили вторник удерживают очень огромные шансы что они скорее всего еще раз могут бросить и потом как раз под gdp под тёблый склейм четверо пятницу все это дело очень аккуратно и привести на 2150 вполне до конца недели почему бы нет все банки читались просто изумительно как будто кто-то вот приказал просто чтобы все хорошо читались как самые хорошие банки а то выборы будут очень грустными а нам это не нужно тем более близится новогодние праздники все эти распродажа в супермаркетах предновы предновогодние а это хорошая встряска потребительской корзины сейчас немножко опустошат кошельки американцы накупят еще кучу кучу беззалужек всяких ну и в общем немножко укрепят экономику по крайней мере протянуты что там до нового года ралли может быть такое плавное плавное но может быть то есть это как ни крути все-таки покупки покупки начиная вот DHL почтовые разные компании авиарейсы ну там вся экономика живает под новый год поэтому до 25 декабря вполне может быть неплохой участок на на рост может плавненький но может должен быть принц тем более штаты там недалеко вернее выбор ладно офис x сегодня пропускаем дакс сразу берем ртс так как немножко информативно получилось поиск на пи сегодня так и берем мы ртс она раз открылся открытый интерес сразу тоже с марта в принципе не менял для сравнения в активность весной активность летом и текущая активность белые серые бары отличаются тем что в серых серые бары показывают что там ликвидность меньше среднего значения за если не ошибаюсь 30 последних 30 дней то есть светлые бары белые там повыше средней ликвидности серые ниже средней ликвидности ну как видите тоже обороты по ликвидности немножко упали но обратите внимание на как очень яро открылся декабрьский контракт до даже не седьмого а дальше даже не знаю что вину этому то ли лчи то ли возврат участников на рынок поверили все-таки в свой индекс это летний такой импульс как раз заходили на маркет и вот у нас текущая котировочка и хоть не на особо крупной ликвидности но периодически вспыкивают вспышки объема также обратите внимание на рост с хорошей поддержкой со стороны открытого интереса ну в общем пока главное чтобы не пустили котировку ниже будет девяносто седьмой девяносто шестой так как тут четыре таких хороших сессий ликвидных мы сейчас выделим эти объемы очень неуверенность пугает вот последние полторы две недели давайте посмотрим что там по объемам по массивам так ядро девяносто восемь пятьсот девяносто девять пятьсот тут опять же в на этой неделе подбросили ликвидности на прошлое ну в общем тут порядка четырех недель уже торгуются поэтому вот этот диапазон как ориентирный самый важный пока ниже него торгуемся это не очень хорошо для роста вот и в общем желательно вернуться в этот коридор и даже выйти выше девяносто девять пятьсот там уже останется только сто с половиной и сто один сто как сопротивление тут три сессии отличились и ликвидностью и собственно вернули быстро ниже сотки в индекс и это очень даже подозрительно все так же остается контрольный уровень поддержки девяносто пять даже можно взять девяносто шесть но это уже будет не честно девяносто пять девятьсот по шесть четыреста это support первый то есть если контракт идет ниже этого уровня уже покупать попросту нет смысла это реверс контракта то есть контракт разворачивается полностью так так ликвидность тоже немножко стихла немножко вот и поддержка пока себе еще отстаивает девяносто семь семьсот девяносто семь пятьсот это с учетом понедельника но в принципе можно взять и по девяносто семь триста это с учетом вот этих трех дней вот на следующей неделе могут тестировать могут сразу идти наверх в зависимости от того же что там будет по саммиту что там будет на петролеум в среду вот в общем чего-то ждут участники нет пока таких информационных триггеров спасибо Михаил мне всегда нравится если ну получается с переводом смотреть все эти выступления не только федеральной земной системы и европейских разных чинов как они умудряются говорить вроде бы одно и то же но просто меняют как-то слова и и вроде бы позитивно но вот у нас доллар крепко вот так упал и что из них приведет и что нет на что обратить внимание запутываться можно очень легко вот но здесь ключевые вещи это допустим тот текст который Миша скинул контрольные слова замечены скромные темпы замечены скромные темпы абсолютно с точки зрения экономических терминов факторов невозможно описать это все равно что замечены очень ясная погода резко упал экспорт напугали падением экспорта и в ближайшее время неизвестно какое это ближайшее время это месяц неделя день можем подчеркиваем слово можем то есть это не означает что это обязательно будет увидеть отрицательную динамику экономики сша в общем когда неизвестно можем не можем ну это только они умеют так высказывать свои взгляды на экономику вроде бы о чем-то говорит серьезно но согласитесь из этого выступления абсолютно ничего нельзя как факт изъять для анализа и для размышлений можем резко упал все мы испугались этого падения так ладно индекс ртс для роста нужен подъем объема рост ликвидности надо пополнить топливо для движения ну плюс еще нефтянка тому если бы поспособствовала в принципе если бы даже держалась выше полтовца просто стабильно там вроде эти арабские нефтеводы сказали что их устраивает текущий коридор ценовой они также тоже как бы понимают если завысить сильно цену на нефть упадет спроса предложение будет очень много это может еще опять же ударить по резкому падению нефти поэтому вроде как сказали для них это теплые коридоры они да для них наверное 15 долларов теплых коридоров им им же не в северном море добывать эту нефть правильно ну пускай пускай это твое высказывание все равно они запросто могут и так сказать сейчас будет опять же вот этот ралли предпраздничное там 200 и чем-то миллионов населения в америке и у большинства из них больше нечем заняться как опустошать полки супермаркетов бутиков ну я не знаю на самом деле как он там обстоят дела в общем в народе но потребление которое по сравнению только с одним нью-йорком можно маленькие страны обслуживать газом нефтью углем электричеством один только нью-йорк там столько потребляет энергию поэтому зачем им столько-то ну ладно проблема так хорошим триггером на восстановление роста динамика до 99 500 на росте объема росте хотя бы нефтянка стоит в боковике не падает уже в принципе хватит для того чтобы участники не начали переживать и фиксировать покупки ну без роста ликвидности без открытого интереса могут быть проблемные покупки в общем дополнительные триггеры для этого не помешают опять же ядро 98 500 99 500 ну и потом уже контрольное сопротивление 100 700 101 100 так смотрим на открытый интерес мы уже смотрели вот как раз сегодня немножко открыли позиции немножко набирали вторник среду но не пик но в любом случае пока не сильно не выходят любой рост который в этом контракте мы видим он в принципе позитивно встречается участниками корректировка сразу вызвала фиксацию либо наоборот фиксация вызвала корректировку соответственно мы видим это уже по открытому интересу в любом случае как только есть намеки на рост сразу рост интереса увеличивается это нам как триггер очень хорошо и на руку так а вот дельта здесь выглядит вот так значит снижение само собой здесь все все как положено с 11 по 17 была отрицательная дельта и потом на совсем крохотной дельте на покупку толкнули назад на 99 700 отметим вот эти вот ярые диапазоны вот коридорчик вместе с трешечкой которую так и не осилили в пятницу стоит отметить если так и не получится шагнуть понедельник то будем последняя такая активность на 97 650 ну главное чтобы ниже не пустили в принципе будет еще терпимо но дельта это как видите не очень хотя у нас народ такой что как только что-то позитивное попадется либо нефть пробьет какие-то контрольные уровни могут быстро скооперироваться и выше сотки будем за пару дней вот из в общем за контракт старт начало контракта тут тоже как видите не супер крупными дельтами вытолкали цену 96 96 800 весь коридор тут практически буквально в пару раз засветились на селлеров все остальное по 3 по 4 тысячи но стабильно каждый день этот день у нас на снятие стопов можно списать вот до 22 числа потом еще коридор плотненько защитили это мы тоже отметим вам пригодится точно вот поддержка 5000 контрольный и снова активность пошла и здесь 3 тонны остановили потихонечку и 6 добросили в 18 числа в понедельник ну в общем то вот так радует то что сбросили вполне могли сбросить либо байеров либо втянуть селлеров такую опасную игру и если толкнул за 98 98 900 там дальше уже будет селлеров больным по сопротивлению вот такие красные коридоры 100 с половиной 850 их обязательно нужно преодолеть даже 101 захватим ну и вот этот массивчик с этой четверочкой 99 200 это уже в принципе на третий четвертый раз такой коридор обычно пробивает эти массивы захватили поэтому закроется здесь и в понедельник могут также давить посмотрим главное чтобы не закрылись ниже 98 400 это будет уже не так позитивно для роста ну без триггеров со стороны фондового рынка и со стороны нефтяного тут не обойтись надо чтобы поверили участники ну михаил я с вами вполне согласен я я не представляю если бы вне такие отчеты нужно было говорить на не то что на всю страну на весь мир и знать что каждое слово может просто создать такие проблемы в какой-то стране вообще могут обанкротиться несколько банков не то слово я подобрал допустим и все это не Wall Street Online где можно сразу же там корректировать свою фразу и все будет на рынках на своих местах там сразу начнется высокочастотный трейдинг даркпулы понеслась пол планеты уже в ядерных взрывах ой немножко юмора не помешает я думаю да выступления эти в общем я думаю что их так и берут вот в федеральную земную систему в центробанке не по особо каким-то заслугам я думаю что их за умение говорить очень сложными словами в одни и те же фразы ни о чем прям так и отбирает я думаю так как видите три дня было с достаточно интересной динамикой в индексе RTS сейчас подгрузим таймфрейм второй значит вот так распределились торговые дни массив ушли массив ушли немножко притормозили видимо решили что они очень открыто идут и даже немножко спустились до вторника и цена пытается вернуться обратно выше этого массива в принципе с точки зрения объемного анализа это позитивно то есть три сессии на рост причем каждый аукцион уходит наверх корректировка аккуратненькая до минимума решили сбросить стопики не помешает почему бы нет зевак сбросить поэтому закроется выше отлично потом будем смотреть как будет расширять за четверг ну и останется еще сопротивление которое вот видите ликвидностью как придушила просто в 68 тонн вот этот уровень по большей степени вот эту локацию нужно взять мы сейчас их отдельно выделим просто чтобы не было такого гиперширокого диапазона 99,140,240 и завершение 420,500 вечерка висела и сразу утром ушли ниже соответственно тут с этим уровнем все ясно в общем сопротивление номер 1 до сотки именно его и нужно пока пройти поддержали на том же уровне ниже 98,200 вторник и вот пятница считается с этим уровнем соответственно мы его возьмем да и отметим таким цветом не надо конечно мы возьмем посветлее более такой культурный цвет выберем ну и сам понедельник тоже в принципе ничего совсем не отвлекаете просто даже иногда полезно бывает ощущение сформируется как будто сам собой разговариваю но пока кто-то есть в чате уже в общем вот такое вот ядро 98,200 98,760 вторник четверг и пятница здесь приземлились и у нас на сопротивление реверсивная среда коварно так под вечер оставила немножко объемов на 99,599,420 и и коварный уровень на ст. 9,240 спекулятивно могут с этими уровнями быть осложнения при прохождении либо как раз их используют до среды оттянут вполне может быть как сценарий понедельник проболтается в районе четверга может между пятницей и четвергом вторник еще может откорректироваться до пятницы и в среду если нефтяные петролиумы отчитаются позитивно для роста и динамики нефтянки но опять же даже если будут выше полтоса удерживать нефть это неплохо я кажется уже говорил но повторю нашел интересные данные о контрактах до конца 2016 года по крупным компаниям российским которые продают нефть у них большинство контрактов 49 50 51 долларов за баррель нефти поставка поэтому это сейчас самая хорошая цена то есть если выше плюс будет просто движение динамика еще позитивнее но тут надо еще на фондовый рынок посмотреть там газпром как-то себя неважно чувствует так идем на рубль так маркет точь барчарт где ты где ты где ты вот и так здесь открытый интерес за последние несколько контрактов ну контракты вы видите выделены автоматом выделяется платформе динамика рост открытого интереса с начала контракта просто не могла не радовать и с 13 числа сбрасывают сбросили не критично но это в принципе для спекуляции нормальное явление после такого тяжелого расширения ниже 64 любые какие-то предпосылки на возможный реверс буду сбрасывать значит продолжение ниже 63 было бы неплохо увидеть хотя бы 3-4 дня роста открытого интереса это как основополагающий критерий в 2 дня будут набирать позиции 3 с соответствующей дельтой хороший хороший знак вот как здесь к примеру 3 сессии стоят постоянно в наборе позиции а котировка во флете видите вот на 4-5 день уже можно готовиться на расширение как раз ушли 27 26 значит подняли вторник в среду ушли четвертого стояли пятницу добавили ну вот раз два три четыре четыре дня стояли во флете набирали позиции все ушли вот похожая картина в принципе была бы только на руку но пока фиксируют позицию и вполне может быть фиксирование это как раз и покупок которые здесь набрали вполне может быть то есть все кто зашли разочаровались и выпрыгивают ну сейчас посмотрим по дельтам на как видите 11 12 здесь дельта была 250 тысяч контрактов это дельта только представляете там 150 тут 250 тысяч контрактов дельта на стороне бая так хотели купить по 63 ну и похоже их за столь инициативу такую откровенную сразу же немножко успокоили поэтому даже возьмем возьмем плотный диапазон 63 280 по 440 тут и тут три сессии вот четверг у нас пятница против нулевой дельте с учетом того что они болтаются на 63 084 коридор тут соляров пока удерживают два дня что необходимо заметить самое главное чтобы у нас диапазон такой достаточно агрессивно сформированный 740 по 900 тут 450 тысяч контрактов тут 200 и это все не дель ну не дельта а объем дельта здесь 24 24 22 тоже немало как бы поэтому как сопротивление достаточно прекрасный уровень подходит для можно его смело мониторить мониторить то есть могут сбросить и пойдем на расширение ну дай бог конечно для этого нужно определенные внешние еще факторы так так вопрос к участникам которые в чате зрители какие новости по поводу ограничения для частных трейдеров по размеру торгового счета ввели уже не ввели есть какие-то позитивные решения кто что знает есть ли хорошие достоверные факты буду очень рад и благодарен услышать пару строк в общем вот такие уровни поддержки еще может себя проявить 160 тут было три сессии и пока на этой неделе еще не пробили на всякий случай возьмите и возьмем на 15 минут на таймфрейм сейчас выберем самые основные коридорчики совсем забыл про на spot так что-то там за фиолетовые цвета кто-то издевается без присмотра оставишь и все так дисбалансы есть и вот такая у нас дельта за последние два дня по полмиллиона каждый четверг ну вернее четверг и пятница больше полумиллиона фактически тут 499 451 это дельта ликвидность не гипераномальная но бывало и побольше на этом квартале 5 миллионов оборот было 4 сейчас идут на этой неделе такие слабенькие объемы поэтому строго судить дельту не стоит но 11 число там где были покупки на миллион двести семьдесят четыре это только дельты получилось теперь выделим где же там все таки объем миллион прошел девятьсот два раза по полмиллиона тут третий раз тут семьсот в общем здесь просто какой-то клондайк по сделкам миллион семьсот и у них у всех мы сейчас проверим дельту значит вот этот коридорчик все на покупках чуть ниже даже есть особенно вот этот участок давайте я выделю то что за покупками прям плотно это 62 с половиной 63 62 пока мы его потихонечку пробиваем но тут не все так просто значит 200 160 это дельта 200 130 127 ну для спота это более-менее 145 но самое главное что есть агрессоры на продажу и это оставляет еще надежды на снижение ликвидность не топовая ровно идет два с половиной миллиона обороты всю неделю буквально пару раз нам простреливали до трех миллионов и все так как там были какие-то инструкция есть в старом формате где-то pdf можно скачать на сайте ну в основном мы постепенно будем обновлять в виде видеороликов инструкцию. На сайт пройдите в раздел support, там видео библиотека и практически по основным модулям вы сможете посмотреть знакомительное видео и разобраться пошагово как ее как ей пользоваться. Вот в ноябре где-то в числах в середине, может во второй половине будет такой базовый курс как пользоваться платформой Wolfix от А до Я. То есть для тех, кто только начинает пользоваться платформой, изучать объемный анализ, это будет отличным катализатором и быстро изучите и будете знать, что именно использовать, куда смотреть, как настраивать, для чего что нужно, что не нужно ведь можно один и тот же инструмент по-разному использовать либо не так как необходимо значит это рубль, нам нужно евро так евро Wolfix.net сайт Wolfix.net так открытый интерес по еврику как видите тут пик тут ажиотаж соответственно топливо у этого нисходящего тренда пока еще есть но зачастую как раз пиковые значения по открытому интересу являются очень часто реверсивными точками как видите на исторических примерах поэтому тут очень важно следить за резкой сменой динамики в обратную сторону площадка достаточно такая вкусная на снятие топиков поэтому если мы на следующей неделе увидим резкий почему-то камбэк до вот этого массива то вполне может быть что мы наблюдаем как раз тут у нас всех кто и по теханализу заходил и крупных участников могли собрать давайте посмотрим что же там такой за ажиотаж происходит по евро дельта у нас как видите 17 числа не успокаивается на покупках и сегодня сбрасывают вот этих ребят которые заходили на бай почти 5000 дельта сегодня их просто разрывают нулевая дельта десятка снизу с хорошим дисбалансом поэтому вполне есть шансы увидеть такой реверс наверх уже с 11 числа без остановки сражаются за фьючерсы но пока мы не увидим страшного возврата до 1.1 до этого значение может быть рисково еще поэтому взвешивайте риски при открытии позиции в зависимости от своих предпочтений и какие ощущения любите испытывать во время торговли так за неделю у нас ну тут без без как бы бескомпромиссно можно выделить ядро недели 0 9 9 звоните 9 1 и 10 25 плотненько вторник понедельник среда постарались четверг всех скрусили выбросил и быстренько на 0 9 значит сопротивление вполне может себя проявить 9 50 по 9 70 и своеобразный такой сползающий день пятницу коварно могут вот здесь остановить понедельник на всякий случай возьмите этот уровень такие модели могут зачастую двухблочная модель на покупку но на всякий случай пока не пробьется этот 0 9 12 а там еще и вон европа разместилась на давайте тоже выделим в общем лучше все-таки дождаться пока понедельник не выйдет за этих ребят тогда уже более-менее безопаснее будет вот 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 такие вот у нас уровни сопротивления ну сам сброс ступиков тут объем обязательно на 10 48 10 50 взять на вооружение сам массив недели вот этот тоже для продолжения динамики вернее для восстановления динамики на рост могут корректироваться и там могут еще на две недели остаться в боковом движении ну опять же заседание саммита и в понедельник как раз могут под этот саммит всех сбрасывать с позиций поэтому итоги саммита я думаю быстренько покажут нам куда на самом деле стремится еврик уже в понедельник с открытия европейской сессии будьте у терминала у кого позиции открыты либо планируйте открывать позиции вот с европейской сессии она и покажет я думаю там у них сразу инсайт будет на руках это не штаты там же стараются демократично все это делать поэтому так буквально быстро фунт так мы уже затянули сегодня так по открытому интересу маркет забыл бритиш паунт по экономическому календарю сегодня не саммит заседания сейчас скажу точно ну в пятницу юрий если это финишный сброс то должны в понедельник уже на реверсе уходить наверх в 19.30 или 19.00 сегодня у меня выписан экономический календарь евро саммит какой-то в которой еще вчера начался вот саммит лидеру есть отлично марио марио драги по какому поводу неизвестно так на фунте тоже покупки идут целую неделю фактически по крайней мере дисбалансы все на их стороне 18 19 и сегодня даже коридор где их активность в высшей мере вот начиная от 17 числа хоть там и отрицательная дельта но вот плотненько поэтому как только начнет копировочка вытягивать выше 22.75 22.30 есть шансы посмотреть пробитие 23.40 тут конечно встретят жестоко но может не с первого раза но пройдут в случае если так и не смогут вытащить за 22.75 попробуем еще поддержка есть на 1.21 ну на всякий случай влияет не влияет но там уже евро exit хотят устроить всему евросоюзу в общем как когда-то разрушили советский советский союз так вот хотят европу развалить чтобы по частям почему бы нет да так ну в общем вот такие у нас массивы и пока вот в районе коридора активности байеров болтается цена желательно чтобы закрыли в районе 22.75 потом посмотрим уже как будут справляться с атакой на 23.40 если не получится понедельник вторник вытащить выше и в среда даже не дернется можем даже спуститься до 1.21 так марки точь 6к да просили индекс доллара давайте сразу даркул достаточно не новая площадка и уже не секретная для крупных участников там все официально никто никого не афиширует не отчитывается причем даже не стесняются крупные биржи там есть даже VIP отделение вообще там свои участники поэтому крупный кэш может зайти выйти в отдельных потоках мы даже не узнаем об этом единственное кто еще из биржи отчитывается но это уже практически все крупных поглотили восточные еще осталось поглотить так индекс доллара да индекс доллара и смотрим как видите с начала сентября вернее с декабрьского начала декабрьского контракта бьем рекорды открытый интерес по индексу доллара уже восемьдесят тысяч было максимально 65 почти 68 здесь на 57 развернулись это был пик к этому интересу здесь разворачивались на 67 вот то есть это у нас реверс на бай а здесь у нас реверс на шорт и опять же массив рост последние две недели просто колоссальный колоссальный с 10 числа с 53 тысяч до 80 давайте посмотрим что же там по дельте покупки 3 недели причем откровенно идут агрессивные такие объем ровный две недели на этой неделе чуть похуже соответственно затихли по динамике и сегодняшняя сессия давайте посмотрим что там по дельте дельта 448 ну де-факто по последней активности практически нулевая и тут у нас есть файл мы отключим вот так дельта у нас минус 100 890 вот они ребятки по 800 контрактов смотрите как идут рост 2 3 4 уже никто не стесняется уже просто в открытую торгу ответим итак мы видим пять точек и давайте их отметим будет вам сетка уровня 100% интересная 3 пятерки интересно какая же там была сбалансировка 2,5 0,3 3,6 4,5 2,5 2,5 1,7 1,8 1,8 2,6 2,5 2,2 3,3 1,9 1,8 1,6 1,9 1,8 1,6 1,9 1,8 1,3 1,8 1,9 1,2 доллара тут как бы помощь обязательно возьмите то есть корректировка защищает этот диапазон соответственно index доллара пока будут удерживать даже если пробьют дальше уже 97 96 5 и так далее вот эти три уровня так уже волос устал все по валютным фьючерсом я думаю закроем вопрос бренд так наверно на январь уже пошли закупки и тут прям с 18 0 9 дельта в основном зачастую постоянно идет на бай давайте посмотрим классов чарт уж прям не верится сейчас мы возьмем январь то у нас хоть виднее с контрактов здесь у нас идет по 50 тонн декабрь все смотрим декабрь пока еще плита такая вот в общем мухухух 51 40 52 40 на январе получается дельта на покупку пока и поддержка все вроде четыре сессии вот эти двушки все уровни поддержки пока удерживают полтос это первый блокпост которой должны удержать пока его удерживают еще и шансы на скачок выше 54 пока его удерживают потом идет пробить и пятьдесятый и эхххххх 49.2 48.8 так вот такие в общем коридоры у нас на поддержку 4 сессии ровный и ликвид и старт 646 по 47 сопротивление тут бесспорно нужно брать 53 352 83 сессии сражаются не пускают ну и ликвидность немножко притихла судя по всему ждут так по дельте давайте еще раз декабрь были покупки вот продажа прошла четверг 7 800 дельта в основном сосредоточена на минимуме тут в принципе много шортов поэтому нужно очень-очень постараться и не выпустить ниже вот этих селлеров котировку потому что пятницу очень как-то уж удерживают близко у коридора и тут тоже не пустили все вторую поэтому не аккуратнее могут легко дернуть ниже 51 надеюсь я успел выключить микрофон мне немножко насморк все 285 все 265 это по сопротивлению очень такие гигантские селлеры 1600 1200 только дельта ликвидность ранее 130 тысяч контрактов в среднем за неделю прошла на прошлом было побольше так ну и по дельте бояров отличились награда 5075 за боевую поддержку 51 за боевую поддержку коридор хороший тут и ликвидность как видите 28 неплохо шла вот этот 49 самый оборотистый был 49 35 48 и 9 так массивность 1 и массивность 2 под две поддержки желательно чтобы даже пить первую не пробили тестировали там издевались но не пробили опционный в принципе это хэдж инструмент для фьючерсного рынка то есть фьючерсный рынок это хэдж инструмент для товарного рынка реального ну как бы в идеале в своем начинании потом появились кучу производных инструментов и даже на погоду скоро на кислород появится так и селька золото и заканчиваем не уже голос так так барчарт давайте крутой тут тоже рост судя по всему мы готовимся к какому-то значительному значительному событию на всем рынке потому что нефть валютный рынок весь открывает позиции и мы преддверии такого интересного скачка значит 433 тысячи контрактов на 19 число пришлось и там даже дельта вышла на покупки давайте сверим по ликвидности другие контракты пик был вот по 700 тысяч контрактов это как раз 47 с половиной тут зашли 44 с половиной и дельта превысила 11 тонн такая дельта была 12 и 11 стартовали с 38 ну теперь у вас есть информация сколько дельта нужно чтобы толкнуть рынок по нефти 7000 на поддержку хватит здесь 11 7 на поддержку и 5 тут было 9000 контрактов на продажу это совсем вот на этой недельке а именно вчера так ну это еще пока нермагеддон как видите сброс покупок которые они постоянно набирают периодически происходят тут как раз восемнадцатого девятнадцатого тринадцатого чуть набирали могли сбросить и снова возобновилась дельта на байт 2 800 пока набрали в общем алерт на 49 30 ставьте в избежание уж как-то уже очень зависли волатильность начинает немножко успокаиваться и но пока держится неплохо то есть байры там есть судя по дельте да и в принципе по динамике в коридоре самое главное не пропустить пробитие нижних уровней начиная с 49 50 49 начнут атаковать там уже будем смотреть по мере ликвидность среда четверг и даже сегодня относительно все недели повышенная вернее выше относительно понедельника вторника там рост как раз видите был на таких пониженных оборотах ну в общем то посмотрим сейчас еще быстренько дельту так то что так 9 и 9 четверг и пятница тут 2 тонны и еще 10 числа 3000 останавливали котировку поэтому как увидите дельту за день 3000 в этих уровнях могут еще раз растепенить и не пустить выше очень плотненько и так сжатым достаточно коридорчики поработали байера 50 35 50 90 то 18 19 и пятница за байерами пока в этом коридоре удерживают есть шансы есть шансы вполне и вот ликвидность последние три сессии относительно декабря посмотрим что в январе уже делается так в январе еще слабенько идут тут пока еще не перешли на январьский поэтому вот так вот ну и напоследок golden комикс фьючерсный контракт на золото январь 13 19 до минимума сбрасывали 12 49 и вот на этой неделе начали немножко восстанавливать набирать позиции оппозиции эти в основном набор позиций идет на продажу соответственно 1280 так трудно даются шарты сбрасывали поэтому у нас и дельта на покупку соответственно ну и пока он там набор идет позиции нашего поэтому 1280 как alert вместе на следующей неделе не попробую даже дернулся лучше этого уровня то возможно попробуем даже ниже сходить опять же нефть опять же и все остальные валютные войны как как мы в этом вообще всем разбираемся лет десять назад я бы никогда бы не поверил что в этом буду столько знать вообще вот такая дельта на вернее сейчас общую дельту включен вот видите 19 20 и 21 особенно вот это массивность 70 по 73 на золоте крайне уж очень агрессивно встретили селлеры 66 полами то же самое но все равно отметим баров у них тоже есть шанс на существование ну и плюс еще 63 с половиной 62 с половиной тут на этой недельке боролись ликвидность правда вот сегодня слабенькая со всеми со всеми совершенно золото и нефти ну и всякие там крупные покупатели золота целой страны все на сегодня все рад был всех видеть спасибо что пришли делитесь записью на своих социальных страничках чтобы нашу команду присоединяюсь новые талантливые трейдеры интереснее общение будет чем больше мнение тем интересней лучше можно подискусировать не стесняйтесь комментируйте обсуждайте на фейсбуке есть группа вот с этого не на гугл пас закрытая группа для тут точно никто не мешал и не было никакого спала в хороших выходных берегите себя будьте осторожны следующая неделя будет такая боевая и прибыли прибыли хороших трейдов всего на лучшего до свидания пока каждую пятницу в 20.00 по этой ссылке александр